А сейчас уже оборудовали подзал туда, потихонечку пищу сносит, супарики доносит, такое вот, готовились к бомбёжкам очередные. Не плачьтесь, пожалуйста, всё будет хорошо. 14-го года дома нет. Мы начали стрелять вверх, 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 вверх. Мы помогаем выводить людей из вагонов, рассаживаем их по автобусу для их дальнейшей отправки до местного назначения. Сначала выводятся больные с признаками ОРВИ, потом выводятся люди здоровые детьми, потом просто здоровые без детей. Тяжело было принять решение уехать? Нет. Ну, тяжело было, потому что я принимала его медиастыка, не ради себя, а ради детей. Тяжело было принять это решение, сын остался в 12-летний дома. Вот еще за собой за мной возраст, уехать, пока. Идем вверх на коляске, иди, внук, из-за него надо ехать. Вверх, 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 вверх. Вверх, 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 вверх. Вверх, вверх, вверх. Восемь лет война. Восемь лет бомбят. Да, очень тяжело. Но мы уезжали с детьми, а вот мама моя, 77-летая, там вот жила под бомбежками и споткала. Сказали, что россияне вошли, да? Ну, вот если они скажут, что все нормально, мирно, и мы можем жить спокойно, ну, конечно, сразу же поедем. Людям нужно помогать. Если попали в тяжелую строчку, помогайте. Очень много людей. Мы все, мы все, мы все, мы все зарадим. Мы все зарадим. За детей в зал. Мы готовы в сегодняшний день принять две тысячи человек. Соответственно, под это количество, по-настоящему развертого, в пункте временного пребывания, мы это количество можем разместить. Нас поджаривать каждый день там, каждый день. То утром, то ночью, каждый раз. Мы старались там как-то спрятаться, в подвалах сидели, ночью и шли, ночью и шли. Потом часа в три ночи опять возвращали домой. И то же самое, каждый день. Здесь два, здесь сидели, дизельно, дизельно, здесь четыре, это было очень страшно, очень страшно. И как все же самое. Начинайте. Мудрите его интересные.